крем у нас действует также как бритва он сверху убирает а корешки то все равно остаются внизу здесь у нас усики на бороде тоже растут чуть-чуть здесь у меня не чуть-чуть у меня как бы много видать просто этот бери руки так теперь у нас с тобой от лицо еще да у нас вот на самом лице на щечках на баках немного есть снизу если посмотреть в принципе так много на потому что у тебя идет азиатский формаль не формах структура кожи поэтому волоски вот около волосистой части головы волоски здесь пушок растет вокруг баки как правило немножко усиков но бороды где тут еще гормональный идет фон потому что борода это уже гормоны так волосики здесь прям действие такой хороший пушок лоб сам посередина меньше между бровками тоже щипала да и здесь вот у нас также щечки начинаем дальше работать обрабатываем эту часть лица чуть-чуть все обработала кожа обработана тальком присыпана теперь осталось только пасту наложить пальчики пальчики Пальцы все в пасте, все липкое. Какой-то красивый крышечек тут был. У меня как ярко хлопнул. Хлопнул? Угу. Я вот тут под пальцем как будто прыщик. Ну, плотнее немножко. Чуть-чуть. Так, вот здесь вот у нас много волосков. Ставим сюда пальчики. Медленно протягиваем. Медленно, плавно. Волос много, они тянутся, наверное, да? Да, тянутся. Чувствуешь шагной по вискам? Ну, ближе к виску. Ага. Здесь много. Натяжение. Несколько раз провели. И резка. Резкий выброс рукой. Рука, локоток вперед. Пальчики перпендикулярно. Все рукой толкаем. Все рукой толкаем. Так, дальше. Немножко уже обработали. И нам еще чуть-чуть. Немножко еще чуть-чуть. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова уже здесь почти обработали. Не забываем приторковывать. Так, работаем дальше. Нам осталось, щёчку мы сделали, осталась немножко часть головы, лба. Чуть-чуть на бочок. Так, здесь, вот у нас над, под глазиком, вот здесь есть волоски. Аккуратненько, аккуратненько их тоже обработать. Перед срывом с другой стороны натягиваем. Немножко закругляем и раз, и раз. Ну вот и хорошо, и волоски все удалились. Вот здесь пушок почти незаметный, но он даёт свой цвет всё-таки. Видать, что-то там да есть. Немножечко здесь. И эту часть носа мы ещё не обработали. Здесь на носике мы убираем крылья носа. Как видим, клиентка молчит, даже если это немножко где-то, это всё не смертельно, всё это нужно утерпеть. Где-то даже и приятно, где-то немножко щекотно. На лице вообще приятно, как-то репилинг такой. Да, пилинг вообще. Получается маленький-маленький отёк, и личико становится как будто моложе. Оно прям натягивается все морщинки. По себе знаю. Этот отёк пройдёт на следующий день и, конечно, всё обратно вернётся. Ну, пилинг, чистота лица всё равно будет, конечно. Чистотопор. Он и чёрные точечки... Ну, убирает поверхностно, конечно. Чёрные точки-то что? Это жировики. Взаимодействие, когда он выходит на поверхность немножко, убирает жировичок сверху, он взаимодействие с воздухом чернеет вот этот вот жир подкожный. Поэтому точки. У кого-то они больше, у кого-то меньше. То есть зависит от пор, какие поры крупные, маленькие. Мне тоже нравится. Если бы не делал кто-то на лице, я бы тоже спала бы, наверное, и видела прекрасные сны о новом доме. Уже построено до конца. Так. Теперь сюда выходим, на височную область. Здесь уберём. Даже если волос не так много на лице, там где-то больше, где-то меньше, сделайте процедуру всю на лице, чтобы было всё одинаково. Одинаково чистенько везде. Просто проперендуете. Ух ты! Угу. Так. Теперь моно-бровь. Моно-бровь сорвала. Моно-бровь. Ладно, когда моно-бровь одна здесь, а когда ещё брови соединяются с волосами, бывают такие заросшие тела, лица. Так, вот здесь вот прям за счёт складки не срывается идеально ровно, поэтому мы делаем дугу. Методом дуга мы срываем всё как надо. Естественно, почищаем немножечко над бровкой. Очень аккуратно делаем полосочку. Это своеобразный ещё и массаж лица, потому что паста и массирует, естественно, и пальчиками я провожу, и срывы делаю. И кровообращение, что очень важно для лица, полезно кровообращение всегда. Где есть кровообращение, там всё работает хорошо. Кровь начинает питать все клеточки. Всё замечательно. Пинцетом вообще тут ничего не трогаем абсолютно. Личко становится мягенькое такое, гладенькое. Просто идеальная кожа. Розовенькая. Так, теперь здесь мы чуть-чуть делаем так же, как и там. Хочется ещё такой большой лоб. Девушка пришла, она говорит, можно сделать мне, как у звёзд американских. Типа они себе делают высокий лоб за счёт того, что удаляют лишние волоски на лбу. Ага. Я говорю, да, это сейчас модно. Она говорит, да. Я говорю, давайте сделаем. Вот она легла, и мы... Ну, не тоже тут немножко вот так, не ровный лоб. Ну, в смысле, он не ровный такой был, а он тоже волосками чуть-чуть заросший был. Мы убрали эти лишние волоски. Делали более круглые. Чуть-чуть ещё, наверное, несколько рядов волос вот так убрали. Ровненько, да. Ну, это совсем мало. Просто сделай контур. Идеальный. Так как у неё тоже вот здесь пуш-пушок был, много пушка. И сделали вот это. Можно вообще очертить. Всё это спереди очертить. Если так сильно надо, прям ровно-ровно. Столько конца нюансов. Ну, конечно. Что только не делают. Да. Я сама не знала, что это модно, высокий лоб. А удалить-то я могу и вообще пол черепа удалить. Ахахах. Волос. Так. Вот здесь вот больше у нас. На головку сюда чуть-чуть голову. Чуть-чуть вот надо подровнять вот эту капельку, кусочек. Здесь молодые волоски. Чтобы было симметрично было. Паста забилась, естественно, уже волосом. Так. Вот этот кусочек маленький. Ну, отрастут, если что. И через там две недельки уже появятся новые волоски. На лице вообще волоски дольше не растут, чем на других частях. Мне кажется, везде у меня дольше, быстро растёт. Ну да. Это понятно. Мяса много кушаешь, наверное. Мясо остренькое. Белок любой. Перчик. Так. Ну, я даже не знаю, куда ещё выцепиться. Ну, вот тут снизу. Просто чуть-чуть снизу убрать ещё. Ух ты, ну, хорошая. Сейчас. Так вот сделаем просто. А то везде нету. Молодец. Под носом пучки будут торчать. Мы поберём. И раз. Так. Так. Теперь смотрим на просвет. Вот. Каждую полосочку. Тупимся. Вот тут вижу. Немножко выше. Ну-ка, губку сделаю ещё вот эту волосину хочу брать всё-таки. Селень, зажимай чуть-чуть. Только губы. Угу. Кто там? Секунду. Такой приятный пасям пахнет. Да. Там витамин С есть. Там лимон. Лимон. Лайм. Там и вытяжки клевера у меня всё там. По чуть-чуть всего есть. Там всё свежающее. Так. Личко везде всё у нас. Главное, чтобы волосах вот эта вот сахара не была. А то шапка прилипнет, потом не снимешь. Так. И концы мы обязательно подальковые. Ой, как блестит лицо. Прям естественный блеск. Ничего не надо. Даже румяные на ноги. Вот. Естественно гладкая чистая личка. Угу. Еще немножко. Так. Прыщечек. Если какой-то прыщечек, где-то что-то. Детскую присыпочку дома. Можно уже если не талька, а просто детская присыпочка. Вполне себе нормально. Теперь мы будем на носике удалять волоски. Здесь есть волоски. Они мелкие, чёрненькие. Пасту я сейчас поменяю. Это паста с одной стороны. Щёчки даже. Щёчки и лоб. На лбу мы убрали только почему-то. Ничего видно не было. Сейчас по новой. Сниму с другой стороны. Так. Носик. Носик. Сейчас мы будем разрабатывать. Разрабатывать. Удалять волоски на носике. Они мелкие, пушковые. Небольшое на лице. Ну это всё нормально. Вполне пошло кровообращение. Значит будет всё хорошо и замечательно. Если есть кровообращение, это очень хорошо. Тут только ставлю сейчас и прямо на носик. Носик у нас имеет много жировых комедончиков. Жировой текстуры там много. Поэтому паста отдельно здесь для носика берётся. Так я тут размазюкала, правда, уже пасту. Один подгибаю и одним пальчиком наношу. Сначала на перегородочку сюда. Медленно. Потихонечку. И резко. И раз. Стресс. Прямо сразу он встал, как будто бы белее. Вот эта вот полосочка. Потихонечку наносим медленно. Толщина должна быть обязательно. Сильно тонко не размазываем пасту. Так. Потихонечку. Натяжение пальчиком. И резко. И раз. Всё нахорошо. Вот здесь снизу, наверное, боли болезненно, да? Нет, у меня на перегородке. Здесь больно? Тоже нахорошо. Вот. Будем знать, что здесь нижняя кожа. Так. Маленькими кусочками. И раз. На крыльях носа. Продерживаем резко. Так. Посмотреть хочу волоски. Вот сколько их много. Вот как будто бы не видно совсем ничего. Давай я вижу отсюда. Ты видишь отсюда даже, смотри. Сколько полосков, сколько точек луковицы сами. Казалось бы, что там незаметно? На самом деле много. Так. Чуть-чуть талькой сразу. Пальчика прямо. Маленьким. Прям. Которым надо тоже убрать бы. Риско. А вот здесь вот, вот здесь на носу больно? Или нет? Нет? Вот это место. Садай немножко. Угу. Так. Ну вот. Носик чистенький, ровненький. Гладенький. Без волос, без ёшечков. Ириско. И вот тут можно попробовать еще немножко. Здесь будет. Так. Натяжение рта. Работа. Глубок. Ага. Угу. Ну так надо. Натяжение надо. Угу. Все. Так. Еще сделать чуть-чуть. И прям короткий. Если бы ты здесь не удаляла, мы бы с тобой здесь отлично все убрали. Потому что нужна небольшая длина. Ладно. Все хорошо. Так. Ну вообще. Ну вот одна сторона теперь у нас готовая, да? Да. И ничего туда не попадет. Никакими кремами не пользуемся в течение суток. Ни кремами, ни маслами ни в коем случае. Тем более от масел у нас может забиться все и потом... В общем. Масла не нужны нам. В данный момент на сутки. Ага. Отлично. Отлично. Просто сейчас я просмотрю еще. Угу. Сейчас здесь еще раз размажу. вот эти кусочки волос мы можем взять шпатель деревянный я не люблю работать он ломается и вот этот вот вот эту вот часть мы просто намазываем шпателечку шпатель мы держим под 45 градусов 45-30 накладываем пасту такими же движениями как будто это пальчик но шпатель мы не чувствуем парит своему чувствуем кожу клиента чувствуем давление с которым мы накладываем и теперь точно так же чтобы сорвать мы резко раз заворачиваем вот таким образом вытянули заворачиваем очень аккуратненько маленькими полосочками главное самым глазом натяжение делаем что попало везде мы и отсюда и отсюда можем натягивать но срывать чтобы обязательно противоположную сторону натяжения лучше всего натягивать кожу на себя срывать от себя резко вперед смотрим эти 30 следочеты это если волоски маленькие мы все это убираем подчищаем если вы сняли перчатку тем более нужно поработать шпателем но не советую работать и все время еще виднеется это ёжики все ладно на сегодня все лицо обработано у нас теперь мы очищаем лицо лосёном после депиляции и мы протираем кожу также по массажным линиям протираем липкий слой и собираем личико розовенько хорошенько легкое покраснение лицо оно сейчас немножко отек поэтому я же тебе говорю все ворщинки сейчас натянуты обязательно прикрыть поры надо обязательно течение суток не пользуемся никакими кремами вообще ничем чтобы бровь выстрижена так носик все везде прикроем хорошо все это покраснение что-то там есть они все пройдут но лицо прямо аж блестит говорю своим естественным блеском чистым чиз я сказала нечистым он все снимает и снимает так вот даже а талька мы обработали уже нет еще талька мы сейчас еще обработаем вот после лосьона лицо гладкая блестит никаких волос нет даже поры видно что пор настройки усики кое-где что-то осталось но они очень мелкие сахар их не берет либо мы почищаем пинцетом потому что они как забритые сейчас либо ждем когда они отрастут вот все чистенько около баков чистенько все на лбу все гладко прям кожа блестит поры видно как они чистые все так что еще тут у нас тут тоже много забритых и коротких на переносице ну они и и не уберутся пока не подрастут и здесь у нас может до следующей процедуры немножко вытянуться так здесь около глазика около брови мы все почистили на щечках тоже все чисто поры чистые так и здесь все у нас тоже все нормально нормально хорошая личка сейчас мы приталькуем немножко и все да да а